Про Петра Павленского вопрос собрал много отзывов. Я напомню, что в одной из предыдущих программ я посетовал на то, что совершил Петр Павленский акцию в виде поджога двери французского Центробанка. И, к сожалению, не очень-то она свежа и нова получилась, поскольку двери он уже поджигал. И поэтому сказал, что если у Петра Павленского фантазия может слегка иссякла, может быть, вы ему подскажете какие-то хорошие идеи. Но сказать, чтобы такие особо хорошие идеи у вас были и фантазия разыгралась не на шутку, я не могу. Самую активную поддержку 27 лайков собрал пост Олега Цыганова, который пишет, что надо Петру Павленскому скомбинировать две самые успешные свои акции – облить свои яйца бензином и поджечь их. Но явно это было сделано без особой любви к Петру Павленскому, поэтому, хоть я этот пост и отмечаю, но хочу сказать, что Пете я этого делать не советую, пусть даже и «Вокс Пополи», то есть «Глаз народа» так ему велит. Мне больше всего понравилась такая идея. Артем пишет Шеймердаров. «Артемий, пусть Петр поставит на Красной площади елку, на макушке которой вместо звезды будет водружена голова Путина, но и пусть расставит вокруг бутылочки с водярой, для отмазки типа мы бухаем, а на самом деле под еловыми зарослями много-много барбуляторов с дырочками, и народ вдыхает дымок гашиша втихаря, извлекая его из мешка с подарками, а Дедушка Мороз сам Петр. И вот все типа бухие водят хоровод вокруг ели. Я бы в этой акции с удовольствием покружился». Ну, Артем, завидую вам, завидую. Вот фантазия работает, человек курит правильные шишки. Поздравляю вас, хорошо придумали. Вот это можно было бы Петру Павленскому, конечно, доложить. Но могу вам сказать, Артем, что, зная немного Петра Павленскому, у меня есть такое подозрение, что вряд ли он ее оценит, потому что он человек очень серьезный. Ну, такой невеселый человек, веселиться он не любит. Соответственно, вся эта игра с елочкой, да с Дедом Морозом, да с водярой, да с шишечками, все это, конечно, не совсем в его стиле. Ему бы что-нибудь суровое. Но доложу обязательно, обещаю. Какие еще были идеи? Ну, опять же, там все с яйцами, с эйфелевой башней, типа подвесить себя за яйца на эйфелевой башне и так далее. Закидать посольство Российской Федерации туалетной бумагой. Не очень понятно, почему. Мотивация какая для туалетной бумаги? Это же надо концептуально все объяснять. Когда Путину будет давать интервью где-нибудь, схватить его и бросить в сугроб. Вот это по-нашему. И это хорошо. Или вот, тоже смешно. Закидать соловьиным пометом представительство Russia Today в Париже или посольство РФ. Вот или вот еще интересное такое перспективное предложение. Взять Поклонскую второй женой в гарем. Уж она ему придумает занятие, до которого никто не додумается. Ну, это правильно. Поклонская, я думаю, занятие ему придумает. Тем более, что один НТ уже совратил девушку из Пусси Райт. Осталось теперь Поклонской совратить Петра Павленского. И таким образом акции наших акционистов упадут вообще до нуля.